Секунду, я сказал, я строит. Тему мы выбрали баш, но в данном случае мы имеем в виду именно работу на сервере по SSH. Непосредственно для разработчиков, для администраторов серверов. Кейсы постарались подобрать попроще, которые можно будет реально применить в жизни разработчикам любого звена и чтобы вообще было как-то понятно. Итак, давайте попробуем. Кейсы по баш. Это приблизительный план, что мы будем сегодня делать. Можете посмотреть. Первое, чем мы займемся, это мы попробуем архивировать и сжимать файл непосредственно в баш. Чуть громче. Или просто чуть громче. Погромче, да? Да. Хорошо. Первое, чем мы займемся, это архиваться непосредственно в Shelly. Я покажу пару кейсов, покажу некоторые стандартные ошибки и мы посмотрим, как все это можно сделать простым способом. Единственное, что мы сделаем по дороге небольшой автоб, это мы поговорим с теми людьми, которые никогда не работали по SSH. Поднимите, пожалуйста, руку и те люди, кто, в принципе, постоянно работают по SSH. Это более чем хорошо. Отлично. Значит, на этом пункте мы задержимся совсем чуть-чуть. Итак, те, кто работает до сих пор по FTP, вы не правы. FTP – это самое медленное, что может быть для разработчика. Если проект большой, там 60-80 гигабайт, фактически ваша работа равна нулю. По SSH мы, когда будем работать, естественно, мы работаем непосредственно на самом сервере. Плюс его первый. Размер сайта не имеет никакого значения. Мы, когда работаем, работаем непосредственно на сервере с выяснительными мощностями самого сервера. И мы никоим образом не привязаны к вашему интернет-каналу. Работать можно, в принципе, хоть с телефона. Дальше. Скорость перемещения данных. Например, вам нужно переместить небольшой массив данных в 100 гигабайт с одного сайта на другой. Например, на девовскую ветку. Через FTP у вас займет этот день. Ну, оптимистично. Соответственно, в данном случае мы будем копировать со скоростью самих винтов. То есть фактически копируя с одной над одной той же файловой системе, с одного винта на другой. А если мы будем копировать непосредственно с сервера на другой сервер, то по пропускной способности этих серверов, а не вашей домашней скорости. Использование консольного ПО. Ну, по этому ПО, собственно, мы сегодня и будем говорить. Мы будем сегодня осмотреть кейсы по использованию баш-консольных, баш-непосредственно консольных программ. Мы увидим, как он замечательно все работает и как их комбинация может нам давать дополнительные плюсы. Ну, соответственно, для тех, кто любит FTP, мы можем по SFTP эмулировать саму FTP. Фактически, то есть доступ по SSH нам может дать доступ и по FTP. И в общем и в целом нам даст это повышение производительности. Архивируем правильно. Возьмем архиватор стандартный, возьмем zip. Мы не будем работать сегодня старым. Будем работать со самым стандартным для Windows архиватора, знакомым и так далее. Вот пример строки архивирования. ZIP команда архивирования, буковка R это у нас рекурсивное архивирование, 9 это уровень сжадия максимальный, имя архива и что архивируем. С виду выглядит красиво, но работать не будет. Работать не будет она по простой причине. Вот это, это все файлы. А на сайтах есть файл ht-access. ht-access впереди имеет точечку, как вы заметили. И точечка это не просто так. Точечка это в Linux скрытый файл. Скрытый файл к вот этому отношению не имеет. Вы получите резервную копию без ht-accessа. Очень часто я видел людей, которые архивируют вот таким способом. Это актуально для всех архиваторов. Сайт есть, все вроде на месте, а ht-accessа нет. При том, есть и главный ht-access еще можно заметить. Ht-access, который лежат в других папках, очень трудно будет заметить. Итак, смотрим, как архивировать все же правильно. Первое. Архивируем рекурсивно. Уровень архивации выставляем нулевой. Нулевой по причине чего? Сайт сам по себе достаточно сжат. Все, что на нем лежит, основной контент. Это фотографии и медиаданные. Они сами по себе уже сжаты. И уровень компрессии будет примерно процентов 20. Но сам факт сжатия очень многоемкий в ресурсном плане. И мы не выиграем скорость. Я чуть дальше покажу об этом. Итак, архивируем с уровня сжатия 0. Архивный файл вместо звездочки ставим текущий каталог. То есть текущий каталог – это не звездочка, это все, что от текущего каталога, включая скрытые файлы. То есть разница между точкой и звездочкой. Дальше, x – исключение папки битрикс-бэкап. Надеюсь, не надо объяснять, зачем. Потому что бывают случаи, когда контент-менеджеры непосредственно очень любят эту кнопочку. Они уже схватились за живое. И в результате в этой папочке по 300-400 гигабайт ненужных нам файлов. Да, я слушаю. Естественно, это же пример. Я боялся, что просто не влезет в монитор, потому что я и так уже обрезал очень много материала по причине того, что очень сложно для восприятия. Вот примерно я, кстати, привожу статистику по архивации ZIP-ом непосредственно с разным уровнем сжатия. Это время сжатия, это количество тестов. То есть мы увидим, что от нулевого версии до девятой уровень сжатия у нас примерно в три раза по времени архивации идет. То есть, грубо говоря, здесь мы архивировали 50 секунд, 2 гигабайта. Здесь мы их архивируем уже 150 секунд в среднем. И, соответственно, уровень сжатия у нас получился 1200 и 900. Фактически мы ничего не выиграем. За время скачки мы просто этот параметр перекроем. Плюс при разархивации более высокого степени сжатия нам потребуется также много ресурсов. Так, с этим все. Поехали. Эта стандартная вещь, наверное, знает любой системный администратор и любой работающий в шеле. Но, тем не менее, покажем тем, кто не знает. Итак, первое. MySQL Dump. MySQL Dump – это консольная утилита, очень полезная для чего? Во-первых, для больших проектов. Проекты, на которых база данных в гигабайты. У нас очень большая проблема сделать дамп через phpMyAdmin стандартным способом, если нам нужна сама база данных. Во-первых, ее надо будет закачать на ваш локальный компьютер, опять же. Во-вторых, у нас будет уже ограничение php. Там как максимальный размер файла, время выполнения скрипта и так далее. Скорее всего, у вас скрипт умрет по дороге. MySQL Dump будет, естественно, работать намного быстрее. Что мы пишем? MySQL Dump, пожалуй, одна из единственных команд, у которой здесь пробела нет. Это не опечатка, здесь реально пробела нет. Пишем MySQL Dump, юзер, пароль, имя базы данных и куда направляем ее. Это текстовый файл. Он генерируется очень быстро, непосредственно на самой операционной системе. Дальше. У нас уже есть архив сайта. Я уже не буду показывать, как его копировать на другую сервер по аналогии. Использование команды VGET. Очень многие программисты почему-то гнушаются консолью, работая стандартными способами через SSH, перекидывая его через FTP, как обычным стандартным SFTP клиентам. VGET позволяет просто забрать фактически с одного из серверов по ссылке сам файл. То есть это очень легко запомнить от одной команды из четырех букв и позволяет нам очень легко забирать нужный контент с нужного сайта. Фактически мы его заархивировали и забрали. То есть две команды у нас сайт лежат на новом сервере. И не нужно подключаться. То есть все очень просто. Да, секундочку. Конечно, конечно. Просто VGET проще. SCP тяжелее для восприятия. VGET объяснить программисту проще. Да, это обычный HTTP. Да. А если ты ее дампишь, ты же можешь дампить ее в любом месте. Соответственно, после VGET можешь ее удалить. Она же моментально делается. Олег, это просто один из примеров. Понятно, что можно еще десяток придумать. Это один из примеров, естественно. Итак, итого. На перенос сайтов 2 гигабайта и базу данных 1,5 гигабайт у нас занимает примерно 40 секунд. Но это при 1000 мегабитной линии. То есть при стандартных средствах это займет чуть больше времени. В чем плюс работы… Давайте сейчас еще последний вопрос здесь открою. В чем плюс особенно архивированных файлов в переносе? Когда вы работаете по FTP, вы заметили и по SFTP, кстати, тоже. Каждый файл, закачка каждого файла создает новую сессию. Фактически закачивать каждый файл придется каждый файл указывать отдельно. При этом скорость закачки падает несоразмерно скорость канала. При закачке одного файла это скорость в разы больше. То есть в десятки раз больше. Фактически он работает на пиковой скорости пропускного канала. У нас был случай, когда мы попробовали закачать по FTP в 10 потоков, это максимальное количество, а сайт клиента на шестой день я выключил. То есть это не серьезно. Еще раз? Нет, так же. R-Sync тоже медленно работает. R-Sync медленно работает, там надо по-другому немножко делать, что более сложно. Так, это пропускаем, это пропускаем. Права на файлы. Сегодня ребята с R-Synix уже затрагивали эту тему. Когда вы работаете по SSH, вы должны понимать, что права на файлы работает не так, как у вас по-стандартному. Я не буду сильно углубляться сейчас в эту тему. Права на файлы это отдельная тема для доклада. Я вам скажу следующее. Вы знаете стандартные права записи. RVX, RVX, RVX. Они же в восьмичном коде, как 777, 644, 755 и так далее. Группа владельца, это соответственно, то есть это принадлежит именно самому владельцу файла, это его доверительной группе, а это всем остальным. И в принципе, выставляя права на файлы, вы знаете там 644, 777, все в курсе. Но при работе по SSH вы работаете от другого юзера. Вы работаете, как правило, от рута и файлы, которые вы создаете на хостинге, они тоже от рута. Если у вас работает сайт на fastCGI, который может уже подменять, а не просто ставить www.data или Apache выполнение на файлы, у вас получается коллизия, что у вас вроде бы как, допустим, 644, но вы находитесь вот здесь или даже вот здесь, то есть в четверках. Что вам нужно сделать при работе по SSH? Это мы убрали. Что вам нужно сделать при работе по SSH? Это не забывать про chown. Chown это еще одна команда, помимо chmod. Chmod он меняет непосредственно права на файлы, а chown группу юзера. То есть тот, кому этот файл принадлежит. Соответственно, вы должны выставить юзера и группу непосредственно от того, который стоит в вашем сайте. Посмотреть можно на нем. Дальше. Немножко возьмем градус послабее. Это программы, которые должны знать даже программисты. Здесь все не так сложно. Здесь скорее небольшой обзорчик, чтобы люди знали. Очень трудно оказалось загнать программистов в топ, потому что объяснить, что такое PID, что такое LINK, достаточно трудно оказалось. Это графический интерфейс топа. Здесь есть менюшечка, файл, завершить, открыть, завершить с таким-то кодом и так далее. То есть все очень просто, наглядно. Плюс показывается загрузка процессора, load of a range и так далее. То есть здесь можно посмотреть более подробно. Тем не менее, для легкости внедрения именно пользователей как программистов очень легко. Дальше. Отличная программка IOTOP. Ее достаточно редко используют. Проблема сайтов в основном в чем связана? Связана с самым узким горлышком на сайте. Это, как правило, пропускная система ввода-вывода дисков, потому что она, в отличие от всего, не масштабируется. Она хардовая. Эта программа позволяет нам посмотреть конкретно, чем занята система ввода-вывода. То есть, когда у вас здесь какой-то завис на сайте, вы видите, что процессор в принципе стоит холодный, а сайт не работает. Можем посмотреть, чем занимается система ввода-вывода. Возможно, занята она. В данном случае это программка IOTOP, например, с дополнительным атрибутом OKA. Я обычно пишу вместе. Она аккумулирует загрузку системы по определенным процессам. Вы можете посмотреть, сколько за несколько минут сработало на MySQL. Сколько забрал непосредственно рейд-массив. И кто чем занимается конкретно. В принципе, для выяснения проблемы, кто ест ресурсы, очень полезная утилита, очень простая. Vim.div. Была идея рассказать сегодня про div. Как делаются патчи, как они коммитятся. Но пришлось резать из-за простоты. Покажем реальные вещи, которые действительно можно использовать. Те, кто пользуются Vim, такие поклонники, надеюсь, есть. Очень полезная штука. Синтакси следующий. Vim.div.file1.file2. Думаю, забыть очень трудно. Что делает сравнение двух файлов? Одного и второго в данном случае у нас по хпине. Они находятся один в апатче, другого в CGI. И разница, соответственно, у нас есть. Также у этого сравнения можно… Это обычный Vim открытый в двух окнах. Также здесь есть do и dequeue. Это команды, которые позволяют сравнять файл с этой стороны или с этой стороны соответственно. То есть фактически накидывать патч на файл можно прямо в онлайновом режиме. Отличная штука, редко пользуются. Ну и multitile. Multitile будет интересно скорее программистам, чем системным администраторам. Программисты зачастую читают лог файла непосредственно из файла. Пожалуй, это самая глупая вещь, которую можно было придумать. Открывать каждый раз файл и смотреть в него. Для этого есть консольная команда tilef, которая выводит динамику изменения файла. Multitile отличается от него следующим. Во-первых, у него есть подсветка синтаксиса. Какая-либо, но она у него есть. Во-вторых, можно открывать сразу несколько файлов. Она разделена вот на двух файлов, по другому файлу. Вот мы открываем syslog, вот у нас открыт другой файлик. И плюс у нас есть отсечки. Мы можем отсекать по интеру существующие изменения. То есть очень удобно для просмотра. Фактически мы с консоли пишем multitile и имена файлов, логов. И наслаждаемся, у нас консоль висит на одном мониторе, мы работаем на другом мониторе, все понятно, все прозрачно. Очень легко отлаживать. Ну и программка V3M. Так совсем вскользь. Многие программисты, наверное, задавались вопросом, как открыть сайт локально. Вот это сайт локально. Сайт браузер консольный. То есть в отличие от линкса, он отлично работает с русским языком, вводя русский на русском языком языке, и даже пытаясь как-то там поработать с версткой. Если вы желаете открыть сайт здесь и сейчас на домене, который еще не переписался, даже айпишника нет, то техническая с машины самой, отличная штука позволяет с этим справиться. Ну и проверить доступность там, или как вы подключили базу данных и так далее, то есть пока оно там еще не проиндексировалось. Дальше пойдем немножко посложнее. Вообще доклад изначально был намного более сложный, мы его упростили, но это небольшая часть, скажем так, начала того доклада, который должен был бы быть. Мы попробуем поработать в баше и покомбинировать непосредственно консольные утилиты. Вообще для того, чтобы в баше работать, на самом деле нужно знать 5-6 утилит, знать их хорошо. И в принципе этого достаточно. На их основе мы можем делать все, что угодно. Скопировать файл в баше можно, наверное, способами 20. Соответственно, используя разные утилиты, мы можем добиваться разных результатов, совершенно неожиданных порой. Давайте посмотрим. Вот небольшой кейс, например, поиспользуем find. Наверное, многие знают эту команду. В данном случае, те, кто не знает, я пишу поиск текущего каталога, искать только файлы и с найденным экзеком выполнить дополнительную команду изменить права на найденные файлы. Соответственно, всем файлам поменять на 6.4.4. Не считая каталоги. К каталоги мы отдельно пишем там параметр d. Вот эта же запись другая, но уже с использованием Xarx. Кто скажет, почему Xarx работает быстрее? Есть идеи? Окей, кто знает, что такое Xarx? А кто скажет, почему он работает быстрее, при том значительно быстрее? Не все параметры. Можно передавать все параметры за раз, и не за раз, а до конца заполнения. Там же тоже есть для нас треки дам. Xarx работает действительно в десятки раз быстрее. И если говорить о синтаксе, в данном случае приходится знать и Xarx, и TIE, и FIND, но он работает действительно быстрее. Если мы говорим про большие проекты, где действительно миллионы файлов, то с этим параметром, конечно, применение будет намного быстрее. То есть если выбирать между экзеком и Xarx, мы выбираем Xarx однозначно. Только аккуратно, потому что там можно на некоторых командах получить аргумент list to long и не сработает. Конечно, конечно. Тогда надо будет ограничивать. Но в данном случае здесь и нет, а здесь print есть. То есть… Конечно, конечно. Но это средний кейс, понимаете? То есть если выбирать между, вот в данном случае, между Xarx и Xarx, лучше попробовать Xarx. Потому что если не пойдет, тогда Xarx. На самом деле у Xarx на самом деле есть более важный параметр. Это когда мы, например, делаем find, потом find-grep, а по grep делаем новый список, grep-l, выдаем уже список файлов, которые удовлетворяют условию, вот тогда нам уже экзек не подойдет, потому что вот эта штука, если мы поставим ее дальше, она не поменяет свое значение. В таком случае нам надо будет брать уже Xarx, Xarx передавать в следующую команду и только после этого уже списком загонять в новую программу. Теперь возьмемся про sed. Sed. У меня был отличный кейс по sed, но я его стер, потому что это нереально было понять. Итак, смотрите. Это конкретно просто один из кейсов использования sed. В данном случае sed – это потоковый редактор, тем, кто не знает. Им очень удобно редактировать массовые файлы. По какому-либо критерию загонять в sed, например, список файлов и передавать их уже. куда-нибудь. В данном случае мы меняем hello на hello world. То есть в файле test.php меняем hello на hello world. Проблема в чем? В нашем случае нам нужно сохранить еще спецсимволы. Вот эти. Мы его пытались заэкранировать, но де-факто оно не сработает. Не сработано по причине ничего. Здесь регулярки-то сработают. Здесь нормально все будет. А вот на выходе он нам выдаст непосредственно вместо спецсимволов. Он нам ничего не выдаст. Он их просто сотрет. В таком случае нам нужно сделать следующее. Если мы хотим в sed закинуть, у нас нет возможности не закинуть в sed, а спецсимволы, которые должны быть на выводе, мы переводим их в hex 16. И в hex 16 они у нас прекрасненько-прекрасненько сохраняются на выводе. Они, конечно, читаются хуже, но способ решения вполне универсальный. При том, если мы говорим о какой-то сложной регулярке, где нужно загнать большое количество текста с большим количеством спецсимволов, фактически никто нам не мешает одной командой переконвертировать в hex 16 всю строчку. Попробуем применить вместе. Вот это первое, что пришло на ум. Это, например, у меня есть bootstrap, и я желаю поменять определенный цвет клиента. Решил поменять цвет определенного стиля по всему сайту во всех CSS. То есть клиент это выглядит как? Хочу, чтобы было не синенькое, а зелененькое. Де-факто программист лезет во все CSS и начинает заниматься там поиском существующего цвета и заменой его. Можно сделать так просто. Вот эта строчка делает следующее. Находим все, что существующее, от существующей папки, от существующей по причине того, что просто легче в нее войти, чем писать вам полный путь. Ну и команду сокращает. Время, имя файла, name CSS, ну это здесь, по-моему, понятно, и выполнит команду set с заменой существующего цвета на существующий цвет. Соответственно, что произойдет? Будет построен список файлов CSS рекурсивно от текущего каталога, то есть по всему сайту. И все цвета, встретившиеся вот эти, будут заменены на все вот эти. Фактически, сохранив эту команду, можно просто заменять все цвета по всему сайту. Я проверял, занимая где-то минуту полностью заменить все цвета на всем сайте. Ну, если там не с картинками, конечно, сделано. Вот пример. Замена очень нужная. Здесь у меня не влезло. Mbstring function overload 0 на function overload 2. Это, по-моему, болезнь битрикса. Данный параметр, они делают непригодным для битрикса половину хостингов в мире. А также они совместимы с phpMyAdmin, mmpdf и всем чему угодно. Но в данном случае что мы делаем? Мы ищем, грубо говоря, мы находимся в папке eCentra, и там папка php5, например. Мне нужно поменять в трех разных конфигах php-ini. Если мы на dbn-ветке, например, работаем, там пять конфигов. У меня в папке opt дополнительно еще под разные версии php. Грубо говоря, 6-10 конфигов php-ini. Мне нужно ввести в новую директорию, в директивы, во все файлы сразу. Соответственно, мы ищем все файлы и заменяем функции непосредственно на overload 0, на overload 2. Фактически все у нас здорово заканчивается. Ну, здесь у меня, кстати, к зекам, но здесь три файла и, в принципе, ничего страшного нет. Здесь поистереснее будет. Итак, как можно использовать нестандартный способ? Данная вещь меня подтолкнула… Давайте еще поучередим. Во-первых, в find можно использовать name для поиска, а можно использовать regex. Но name, если мы ищем группу в файлах по разным критериям, ну реально регуляркой, то вот эта строчка через name будет превращаться там через or, она будет, наверное, раз в пять длиннее. И читать ее будет вообще нереально. Поэтому name лучше заменять на regex, и регексом уже непосредственно закидывать все именно файлы, которые вас интересуют, и уже дальше передавать их. В данном случае мы копируем весь медиа-контент с сохранением структуры сайта. Что происходит? Мы копируем только картинки со всего сайта, сохраняя ее структуру. Фактически на F5 мы зальем их все на место. То есть у нас отдельный каталог в TMP, backup, но мы запекапили только картинки с сохранением структуры. Также с CSS, со всем, чем можно, если вы экспериментируете, то чтобы не бэкапить весь сайт и не выгрызать каждую по отдельности, вы копируете прямо в папочку TMP картиночки. Очень легко, очень удобно. Для чего мы их скопировали? Кто знает, что такое EXIF? Отлично. Недавно уже был вирус в EXIF, когда в EXIF запись закидывался base 4D код, а оттуда уже потом подсасывался на сайт. Соответственно, нужно было прогнать по всему сайту и убрать его. Собственно, родилась такая идея. Мы поставили EXIF tools, консольная команда, которая может работать с EXIF. Там очень много параметров. И загнали вот такую командочку. Что у нас получилось? Мы нашли все картинки, как в предыдущем варианте, сайты от одного килобайта, ну, чтобы не было там совсем мелких или с нулевым размером, здесь уже как бы опционально. Запустили EXIF tools и в EXIF tools и проставили тайтлы, метатеги, копирайты, ссылку на сайт для SEOшников, кто создал и метаданные. В чем плюс такой вещи? Даже если у вас сопрут медиа контент с сайта, EXIF менять никто не будет. Во-первых, вы можете доказать всегда, что он ваш. Во-вторых, ссылка на вас все равно останется. Яндекс EXIF все равно учитывает. Ну и продолжение к этому моменту. Я вот к завершению бы еще хотел сказать, что если можно прям совсем глубоко копать, у EXIF есть геопозиционирование по GPS. И если вы позиционируете сайт по метро, по станции, по месту нахождения, вы можете это геопозиционирование по всем картинкам перебить. В таком случае на Яндекс картинках все ваши картинки по запросу будут находиться в этом месте. Физически. То есть и делается это в принципе от одной команды. В Линукс и прилились в том, что одной командой можно сделать то, чего в природе не существует. Да, да. По-хорошему мы сейчас на всех проектах перегоняем все свойства картинок непосредственно под наш сайт. То есть если нас ее сопрут, мы говорим, ребятки, ну у вас там как бы наша ссылка даже стоит. Ну вот. Отзыв, нам уже конец. Итак, под конец, чем бы я хотел бы завершить этот небольшой обзор. Пользуйтесь Линуксом, пользуйтесь консольными командами. Они сложны по причине того, что вы плохо знаете регулярки. Как показала практика, все программисты очень плохо знают регулярные выражения. Мне непонятно, как вы работаете без них. То есть, ну серьезно, вы же ничего не можете сделать массово, вы ничего не можете сделать в консоли. Если вы знаете регулярные выражения, это был один день выучить регулярные выражения. Выучить шесть команд. Там их реально шесть. Find, grep, exec, afk. То есть, их там не так много. После этого вы знаете Линукс. Реально знаете Линукс. Для программиста это копейки. После этого вам не нужно миллион каких-то программ, миллион операций. То есть, вам не нужно копировать сотни мегабайт, когда можно скопировать всего три. То есть, все очень легко и понятно. И самое главное, вы можете комбинировать все программы. Вы можете комбинировать генератор PDF с базой данных. Если в винде вы можете только представить себе как комбинацию кирио, фаервола, там не знаю, с MySQL, то в Линуксе в этом проблемы никакой нет. Это все очень легко делается. Там даже вопроса такого не возникает. Поэтому если вы будете пользоваться командами Линукса, вы будете тратить значительно меньше времени на работу. Вот приблизительно все. Я уже заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Спасибо. Если вопросы есть, поднимайте руки, я передам микрофон. Вот есть один. Да, я не заметил, извините. А просто чтобы было в записи потом. У меня скорее дополнение. В виртуальной машине Bittrex 5.0 там есть в slashroot slash bitrex.env целая пачка уже готовых баш-скриптов с кучей примеров хороших. То есть там, например, создание нового сайта ADD-сайт SH. Там как раз хорошие примеры, для чего сет используется. Там конфиги копируются и подменяется путинка. Конечно. Конечно, да. У SED и у FIND и у Грепа есть своя проблема. Они работают по строково. То есть там есть свои сложности. Они не везде могут быть использованы. И регулярки получаются очень сложные. Мы не можем говорить полностью все о Bittrex виртуальной машине на конференции Bittrex virtual, на конференции Bittrex. Но у них есть свои проблемы. Там у них есть очень хорошее решение. Но есть вещи, от которых волосы дыбом. Например, дефолтный сайт у них лежит в дефолтной ловушке. Он работает по всем IP-шникам, по всем портам, индексируется по всем этим IP-шникам и закрыть ее возможности стандартными средствами нет. Это нужно описать правила в Nginx. То есть по мнению Bittrex, например, 10 зеркал – это все нормально. Так, еще есть вопросы какие-нибудь? Ну, тогда спасибо еще раз.